здрасте уважаемые подписчики и случайные зрители канала в этом сезоне продолжаем борьбу с борщевиком прошлых два сезона мы снимали сюжеты показывали сейчас поедем проверим сначала как они там живы скорее всего нам надо чтобы были не живы вот наговорил ну и если надо то продолжим берем с собой секаторы ведра обязательно перчатки ну и на всякий случай вот мы взяли такую провизированную косу если где-то надо будет подобраться ну что отправляемся удаляем пухи пускай растут прошлом году мы если то нос еще отравой поливали но комментарии наши люди пишут что не надо не обязательно совсем как раз вся сила уходит именно на эти лопухи главное вовремя обрезать цветки прошлогодние подопечные в прошлом году мы только начали сильно бороться но вот как видим пока растут цветков еще нету вот такое красивое поле тоже боимся что зарастет борщевиком поэтому отправляемся вот туда к лету там в прошлом году мы тоже начали бороться с локальным очагом ну да вот опять в этом году полно лопухов но цветоносов пока нет ну что лучше приехать раньше чем опоздать через недельку через полторы надо наведаться а вот кажется вижу снизу прятался за листьями вот это утолщение как шишка это цветонос будущий так что мы будем обрезать в этом году без всякой отравы просто в полиэтиленовый пакет ну черный мусорный скорее всего и на солнце они там сгниют потом уже захороним все-таки несколько цветоносных узлов удалось нам обнаружить ведь вот они такие как шишки с листом отсюда выйдут новые листья и обязательно отсюда стрела с зонтиком выйдет вот ну пока их еще искать трудно поэтому через недельку полторы да и самое главное вот эти вещи и те же срезанные зонтики даже пусть они зеленые и не бросать рядом они все равно дойдут как одуванчики по типу да вот вы его срываете он все равно становится пушистый семена дозревают поэтому это бесполезно надо это забирать и уничтожать ну все на сегодня все вот здесь в этих зарослях я был неделю назад снимал эти бутоны вот пожалуйста за неделю вымахали видите какие початки вот его срезаешь как можно ближе то есть его раскрыть там наверняка будет не один цветок вот эти один вот второй и как матрешки если их раскроешь вот они пожалуйста вот мы их срезаем так будто потерялась ну вот еще в общем их тут там уже внизу порезали похоже что то пропустили надо еще раз пройти это как грибы в одну сторону прошел нашел другую нет так что имеете да они очень быстро вырастают за неделю буквально еще два-три дня уже будет зонтик зонтик тоже конечно можно срезать пока он еще семена не дал желательно чтобы не осыпалось ничего зонтика если осыпется они дойдут и на земле если попадаются одиночные как вот этого в прошлом году его не было в прошлом году эта семечка видно перенетела то он наверное просит его выпить в прошлом году в прошлом году и и и и и и и , и и Ну, он еще к нам вернется. Зачем? Ну вот, кончик-то там остался. Самый кончик остался, да. Ну, будем надеяться, что не хватит ему сил, чтобы из этого кончика вырасти. Порцеты собраны в мешок мусорный. Я храню вот в ведре просто в грузовом фургоне. Мне там хорошо переплевают. Превращаются в некую массу. Сейчас покажу. Такая вот субстанция. Они переплевают, получается. Ну, запах соответствующий. Можно это теперь выкинуть там, под любой куст. Это все природное. И не только помыть. Для следующего использования. Запах такой, как в туалете. Все, готово. Едем дальше. Проверять наших подопечных. Так вот, где-то полторы-две недели назад мы здесь большие цветки все срезали. Вот видите, откуда-то вот у него вышли тут цветоносцы уже с набухшими семенами, частично. Да мы вовремя успели, а он еще не успел их скинуть. Вот, наверняка сейчас еще где-нибудь чахленький. Вот, например, смотрите. Вот, смотрите, маленький-маленький зонтик. Во, выпустил. И обычно, когда он уже не может большие, еще может от корня пустить. Вот, смотрите. Вот он. Смотрите, вот видите, у самого корня. Вот они. Видите, что делает? То есть, всеми путями ему надо сделать свои семена, выпустить. Поэтому сейчас самый сложный период найти это все в траве. Так, ну вот я облазил на карачках практически все вот эти заросли. Видите, макушки все обрезаны. Потому что за лето не один раз мы сюда приезжаем. И вот у корня, конечно же, вот эти, например, которые идут от корня. Вот, вот такие цветки. Да, мы от самого крышка. Даже вот такие, видите, зеленые поверьки я тоже срезаю. Потому что наверняка из них пойдет стрела. Растение из последних сил пытается что-то сделать, чтобы отстрелить семена. Вот такая вот непростая борьба. Прошло еще три дня с того момента, как я тут был. Опять, видите, у самого корешка. Вот уже эта полудохлая плантация. Но вот все равно они выгоняют свои цветоносы. Поэтому надо все время проверять. Вот смотрите, тут вообще надо буквально из земли выковыривать. Вот он. Вот он, вот он. Вот он. Вот эти. Вот он. Буквально в земле. Все равно надо его выковырять оттуда. Сегодня 15 августа. Вот я в очередной раз приехал навестить своих подопечных. Посмотреть, не выкинули ли они цветоносы. Ну вот. Из последних сил вот они стараются. Вот смотрите. Вот, вот, вот он. Буквально один цветочек. Вот, видите, малюсенький. Вот один. И все равно я сейчас это изыму. Даже один не оставлю. А так они все уже, видите, желтеют, пожухли. Ну, уже не так тепло. Они любят тепло. Они любят много света. И я надеюсь, что в следующем году их станет гораздо меньше здесь. Сейчас я пойду еще посмотрю. Может еще где-то. Как видим, я не дал разрастись вот этой локальной организации борщевика. Спасаем вот такое поле красивое. Просто если каждый из нас приложит немного усилий, вполне можем избавиться от этой заразы. Не так и сложно с ней бороться. Требуется только немного терпения. Продолжим репортаж теперь, наверное, в следующем году. Я рассчитываю, что я еще сюда накидаю семян люпина. Он сходит быстрее, чем борщевик. И он может его как бы тоже побороть. Закроет своими листьями, закроет солнце. И когда начнет сходить борщевик, ему просто не будет света. И он сам погибнет. На этом я с вами прощаюсь в этом сезоне. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!